Всем привет! Меня зовут Василиса, и сегодня я хочу показать несколько разворотов, посвященных моей новой любимой корейской дораме, воспоминания об Альхамбре. Не волнуйтесь, я не буду ничего спойлерить, потому что это определённый сериал, который стоит начинать смотреть, не зная абсолютно ничего о нём. К сожалению, развороты получились не стопроцентно такими, какими я их хотела видеть, потому что я делала множество ошибок, но я стараюсь не слишком ругать себя за это, потому что всё-таки не всё должно быть идеально. И вообще, чем больше я смотрю на эти развороты, тем больше я их ценю, и в целом я рада, что я смогла запечатлеть эту дораму у себя в Bullet Journal. Если честно, я не хочу говорить о чём дорама, вы можете сами посмотреть это в интернете, если вам интересно, просто потому что я сама не знала ничего, и мне кажется, это одна из причин, почему этот сериал меня так поразил. Изначально я не хотела его даже начинать, потому что если вы посмотрите на постер, то он создаёт впечатление, как будто это очередной сериал просто о любви. И в таких сериалах нет ничего плохого, но это не то, что я искала в тот момент. Но потом я узнала, что очень Йоль из Аксо играет роль в этой дораме, и этот факт сразу захватил мой интерес. И воспоминания об Альхамбре оказались чем-то намного большим, чем просто романтическая история. В нём множество экшена, в нём много довольно важных мыслей, которые можно перенести и в наш, вне-сериальный мир. Вы также переживёте невероятное количество эмоций, вы будете и смеяться, и плакать. И к тому же, если задуматься, история немножко пугает, так как с техническим прогрессом в наше время эта история может стать в какой-то момент реальной. Может лет через 20, если не раньше. И мысль об этом довольно страшная. Также надо отметить, что в Альхамбре потрясающий актёрский состав. Меня очень порадовало увидеть актёров, которых я видела и раньше, в таких сериалах как W, Extraordinary U, Hotel Del Luna, Этот психометрический парень и так далее. Но самого главного актёра я не видела до этого никогда, и он стал моим самым любимым корейским актёром после этого сериала. Он просто потрясающий. И персонажи, которых эти актёры изображают на экране, очень живые и настоящие. У каждого свои особенности, и ты веришь в существование их всех. Моим любимым опять же стал главный герой, несмотря на то, что поначалу он довольно неприятный. Но за 16 эпизодов он очень сильно вырос как человек, и ты не можешь не болеть за него. Говоря об эпизодах, я должна сказать, что здесь, конечно, надо пробраться через первую серию, потому что она не такая интересная. И после неё ты не совсем понимаешь, заинтересован ты или нет. Но я советую вам посмотреть дальше и вторую серию, именно она вас уже сможет зацепить окончательно. И также, наверное, здесь надо было сделать не 16, а 15 эпизодов, так как последние два были несколько растянуты, и их можно было соединить в один. Но я понимаю, что это стандартная длина для корейских сериалов, и создателям просто пришлось как-то занять экранное время. Поэтому для меня это не стало проблемой, и хуже это сериал не сделало. Помимо этого, надо выделить великолепнейший саундтрек, и то, что действия, по большей части, но не всегда, происходят в Испании, что очень необычно для корейских дарам, и было крайне интересно наблюдать за этим. И да, если для вас всё же очень важна и любовная линия, то здесь она оказалась отличной. Одна из моих любимых любовных линий теперь, напряжение и химия между главными героями были на очень высоком уровне. Я очень советую вам посмотреть воспоминания об Альхамбре. Я старалась говорить довольно общими фразами, чтобы ничего ни в коем случае не проспойлерить, но это великолепный сериал, который должны посмотреть больше людей. И возвращаемся к моим разворотам. Как вы видите, я приклеила много наклейок со желудями и белками, и я сделала это просто потому, что они подходили по цветовой гамме, и меня почему-то это позабавило. Но сам сериал никак с ними не связан, обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я почему-то совершенно про него забыла, и меня это немножко расстроило. И, наконец, в-третьих, я для записи своих впечатлений использовала оранжевый цвет, потому что я хотела что-то яркое, и мне он нравится, но я считаю, что там, где я писала на всем развороте, мне надо было делать одну страницу оранжевой, а другую более нейтрального, коричневого или бежевого цвета, просто чтобы глазам было приятнее и чтобы сбалансировать цвета. Но я осознала это слишком поздно, поэтому получилось, что получилось, но ничего страшного. И такими получились мои развороты, не идеальными, но все равно очень важными для меня. Пожалуйста, посмотрите воспоминания об Альхамбре, я уверена, что вы не пожалеете. Спасибо за просмотр, и я вернусь на следующей неделе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok